Здравствуйте! В этом ролике мы поговорим о сортировке и утилизации медицинских отходов. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 15% медицинского мусора представляют собой опасность. Опасность может быть радиационная, химическая или инфекционная. Поэтому уже более 50 лет назад возникла необходимость как-то узаконить, разработать регламенты и технологии, как этот мусор собирать, утилизировать, транспортировать. Проблема эта открылась, когда стали известны инфекционные заболевания, основные 21 века, а именно ВИЧ и гепатит. Тогда ввели одноразовые инструментарии и расходные материалы, мусора стало очень много, мусор сам по себе был загрязнен и представлял опасность, и тогда же начались первые разработки законов. В настоящее время в России тоже есть специальный санпин, он действует с 2010 года, по нему мусор делится на 5 классов. Итак, что же это за мусор и как с ним работать? Во-первых, это мусор класса А. Естественно, не все отходы, которые производятся в медицинских организациях, представляют собой опасность. Очень многое это бумаги, обертки, пищевые отходы, то есть что-то, что не представляет собой токсичные материалы или что-то загрязненное, представляющее опасность эпидемическую. Соответственно, все такие материалы относятся к группе А, бытовой мусор, и упаковываются в белые пакеты, белые емкости. Каких-то специальных методов обработки такого мусора нет, его вывозят на обычные свалки без какой-либо предварительной обработки. Второй класс отходов – это отходы класса Б, идентификационный цвет желтый, соответственно, желтые пакеты, желтые контейнеры. Это мусор, который так или иначе с пациентом проконтактировал и несет в себе определенные инфекционные риски. Что сюда относится? Любые расходные материалы, связанные с инвазивными процедурами, например, шприцы, соответственно, иглы, спиртовые салфетки, хирургический инструментарий одноразовый, всевозможные перевязочные материалы, белье одноразовое, то есть все, на чем побывали жидкости пациента, любые так или иначе. Это имеет значение, потому что мы доподлинно не знаем, у какого пациента какие инфекционные заболевания, соответственно, ко всем подобным отходам относимся с опаской. Отдельно выделяются контейнеры непрокалываемые и обычные пакеты. Все, что может представлять опасность в плане укалывания кого-либо из сотрудников, из людей, из животных, должно храниться в специальных пластиковых обычно емкостях, тоже желтого цвета, со следующей маркировкой. Когда начинают работать с таким контейнером, подписывают на нем отделение, подписывают дату, заливают в него по определенной системе дезраствор определенного процента, и после этого туда собираются иглы, скарификаторы. Если шприцы, то неразборные шприцы. Если это ампулы стеклянные, то также они сбрасываются туда, потому что хоть ампула сама по себе и чистая, но все равно об нее можно уколоться, от нее есть какая-то опасность. Контейнер заполняется какое-то время, потом, когда он становится полный, он запечатывается, крышка входит обычно в комплект, и она к нему прикручена. И после этого, полностью уклеенный, упакованный, он уже отправляется для обработки. Соответственно, в пакеты кладется все, что тоже загрязнено, но опасности в этом плане не представляет, в плане ранения. Мусор B подлежит сжиганию в печах, поэтому здесь уже методы обработки меняются. Соответственно, мусор A и B складывается отдельно, и на обычную свалку не везется. Следующий класс отходов – это мусор V, его цвет красный. Также есть непрокалываемые контейнеры и пакеты, все красного цвета. Разница здесь с мусором B только в том, что в случае с B пациент гипотетически опасен в плане инфекционным, в случае с мусором V с красными пакетами пациент гарантированно болеет чем-то остроинфекционным. Такой мусор стал активно распространяться в этом году, когда была коронавирусная инфекция, но, естественно, ей все не ограничивается. СПИД-центры, гепатитные пациенты, всевозможные инфекционные больницы – там такой мусор часто можно встретить. То есть это отходы, которые гарантированно переносят какие-то опасные патогены. Поэтому к нему относятся с еще большим почтением и уважением. Также вместе с мусором B оно сжигается в печах. Четвертым классом является мусор G. Его цвет синий, хотя здесь мнение методической литературы несколько расходится. Сюда относятся препараты, которые представляют токсичную опасность. Например, просроченные лекарства или непригодные к использованию химиотерапевтические препараты. То есть то, что представляет опасность в плане химического загрязнения почвы и, соответственно, отравления тех, кто находится в месте, куда этот мусор выбрасывают. И, наконец, отходы класса D – это радиоактивный мусор. Сюда могут относиться любые предметы, которые были так или иначе загрязнены радиацией. Где можно эту радиацию встретить? Чаще всего это отделения радиотерапии, онкологические центры. Соответственно, радиотерапия может происходить с использованием радионуклидов, когда они подносятся поближе через различные устройства к опухоли и облучают ее. При этом сами эти радионуклиды тоже отрабатывают свой срок, их нужно утилизировать. Это мусор класса D. Кроме того, все, что при этом было на пациенте, также может быть подвержено загрязнению. Тоже в этом случае его надо будет утилизировать по-особенному. Кроме этого, есть методы лечения, когда непосредственно радиоактивные вещества вводятся в пациента, внутрь пациента. При этом сам пациент становится источником радиоактивного излучения. Все предметы, с которыми он лечился, находился в стационаре, подлежат уничтожению. Даже все его биологические выделения также представляют опасность. Поэтому в случае, если пациент так лечится, это происходит в специализированных условиях, в особых боксах, у которых своя система канализации. То есть ничего вообще не попадает в общегородскую какую-то структуру. И потом все эти канализационные отходы также выкачиваются, вывозятся, как радиоактивный мусор. То есть человек сходил в душ, обмылся водой, вода эта смылась, она также становится радиоактивной. Для того, чтобы выяснить, какие же вещества нужно так утилизировать, в подобных учреждениях постоянно проводится дозиметрический контроль. Теперь непосредственно о сборе и утилизации. Это процесс сложный, многоступенчатый, в котором участвуют как сама медицинская организация, так и транспортные компании и организации по непосредственно переработке, утилизации мусора. Во-первых, весь мусор собирается в одноразовые тары, соответственно промаркированные с помощью цвета и буквенных обозначений. Далее, эти одноразовые контейнеры собираются в большие многоразовые, которые находятся на специальных мусорных площадках или местах накопления так называемых. При этом есть регламенты, по которым мусор B, например, может храниться до 24 часов в обычных условиях. Если же мусору необходимо храниться дольше, то решается вопрос о том, чтобы его охладить или заморозить, таким образом снижая опасность. В случае с мусором D требования совершенно отдельные, там специальные контейнеры просвинцованные, часто подземные, то есть это занимаются строго специализированные сотрудники, их немного и очень хочется верить, что они и без этого видео знают, что они делают. Иначе у нас очень большие проблемы. Далее, когда временное хранение завершается, прибывает транспорт, который занимается перевозкой мусора. У такого транспорта тоже есть специальные требования по фиксации этих контейнеров, по их строгому расположению. В случае, если какие-то материалы, отходы будут высыпаться, выливаться, должен быть специальный набор дес-средств для экстренного обеззараживания. Персонал должен быть специально экипирован в костюмах и в средствах индивидуальной защиты. К длительной работе с мусором допускаются люди, которые проходят специальный инструктаж и вакцинацию от гепатита. На этом все. В заключении отмечу, что основные группы мусора – это группы А и Б. С ними должен уметь работать абсолютно каждый, кто находится в ингредиентской организации. Во всем остальном вам подскажут ваш личный опыт и ваши старшие коллеги. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, рассказывайте о нас своим друзьям. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok